Здравствуйте, с вами Сидро. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Мой гость был инженером-агностиком. 35 лет он изучал переживания около тысячи людей, которые были на грани смерти. Кто-то видел небеса, а кто-то видел ад. И теперь он бросает вызов всем и каждому. Познакомиться с его выводами и поверить в жизнь после смерти. Смотрите сегодня в программе «Это сверхъестественно», и вы узнаете, что значит жизнь после смерти. Надеюсь, вам интересно. Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами того, что мы знаем. Можем ли мы прикоснуться к древним тайнам сверхъестественного? Могут ли наши сны содержать какие-то послания с небес? Правда ли, что Бог готов принести на Землю волну исцеляний? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественно». Вы знаете, а я все чаще в последнее время встречаю слова «Посмертное переживание». Как вы определяете это понятие? Это ситуация, когда человек пережил клиническую смерть. Сердце остановилось. В ряде случаев волны активности мозга тоже остановились. Люди фактически мертвы, но современная медицина возвращает их к жизни. В некоторых случаях люди на пороге смерти. Но вернувшись, все они рассказывают о своих переживаниях жизни после жизни. Я брал интервью у врачей, президентов банков, профессоров колледжей, пилотов коммерческих авиалиний, пасторов, маленьких детей, людей с разным благосостоянием. Все они говорят об одном и том же. Они описывают схожие картины. В книге «Представьте небо» я попытался связать это с тем, что нам говорит Библия. А вы увидите, как перед вами разворачивается картина грядущей жизни. Знаете, что больше всего потрясло меня после разговора с вами? Это то, что люди слепы от рождения? Расскажите-ка мне, пожалуйста, о Вике. В книге «Представьте небо» я собрал около ста из тысячи переживаний смерти. Я показал глазами людей, что происходило и как это согласуется с Библией. В книге есть три рассказа слепых людей. Они убедили скептиков и определенно убедили меня. Слепые люди видят, когда умирают. К примеру, девушка Вики попала в автокатастрофу. Она была слепой от рождения и никогда не видела. Она покинула свое тело и увидела место аварии сверху. Потом ее отвезли в больницу. Она парила над больничной кроватью, не понимая, что она переживает. У нее не было слов. Потом она заметила на пальце девушки, на которое она смотрит кольцо. Это было ее кольцо. Она его узнала. И узнала свои длинные волосы. Она подумала, наверное, я умерла. Все говорят, что в такой момент чувствуют себя невероятно живыми. Это не менее, а более реально, чем то, что мы переживаем здесь. Затем Вики попала в место, которое не смогла описать. Место света и красок. Она попала в прекраснейший сад сочной травой, деревьями, цветами и огромным количеством людей. От людей, как и от цветов и деревьев, исходило сияние. Но свет не освещал их снаружи, а исходил изнутри. Вики сказала, что этот свет был о любови. Свет и любовь исходили из всего вокруг. Меня поражало, что слепые в точности описывали то, о чем говорили люди зрячие. Свет небес исходил из всего вокруг. Как об этом узнал слепой человек? Не могли же они уловить слухом то, что свет исходит изнутри. Люди в один голос рассказывают о теплой встрече с друзьями и родственниками, которые ушли раньше. Вики выросла в детском доме для слепых детей. Там были две девочки, Дебби и Дайана, которые умерли в возрасте 9 и 11 лет. Вики увидела их, узнала, и они обнялись. Девочки были в расцвете сил и здоровья. А затем Вики увидела Иисуса. Он сиял ярче, чем все остальные, и излучал любовь. Она обняла его и сказала, что это было не похоже ни на одни объятия в мире. Она описала его так, как обычно описывают Иисуса. И он сказал ей, «Твое время еще не пришло. Ты должна вернуться». И она вернулась на землю. Удивительно, что на небе она увидела Дебби и Дайану, хотя и была слепой. Впоследствии она смогла их описать, и директор детского дома все подтвердила. Во второй главе книги «Представьте небо» я пишу о врачах-скептиках. Есть то, что может убедить многих скептиков, онкологов и кардиологов. В ходе интервью многие люди говорили мне, что, умерев, парили над операционным столом. Однажды я брал интервью у доктора Саймона. Один из его пациентов во время операции парил над операционным столом и заметил, что один из врачей забыл надеть бахилы поверх своей белой обуви и даже смог описать эту обувь. У другой пациентки была аневризма сосудов мозга. Из ее тела выкачали всю кровь, остановили активность мозга и закрыли глаза. Датчики показывали полное отсутствие чувств. Однако пациентка находилась над столом и смогла описать, что что-то пошло не так во время процедуры, и врачам пришлось что-то вколоть в артерию ноги. Она описала пилу, которая была похожа на зубную щетку. Она бы никогда не подумала, что это пила. Как врачи могут быть скептиками? Ведь этому нет иного объяснения. О таких случаях писали в журнале Американской медицинской ассоциации, самым престижным медицинском журнале Европы Ланцет и в 900 научных публикациях. Есть неоспоримые доказательства, что жизнь после смерти существует. Но еще больше меня захватывает то, что все эти истории немного отличаются, и у каждого есть своя интерпретация. Это действительно переживание жизни за пределами нашего измерения. Всю эту красоту, гор, деревьев и цветов люди ощущают не пятью, а пятью десятью своими чувствами. Я понял одно. Наше переживание – это лишь тень того, что ждет нас после этого. У нас все наоборот. Большинство из нас держится за землю, за свою дорогую жизнь, но нам нужно держаться за небеса, за свою дорогую жизнь там. Точно? Мы узнаем еще больше, когда вернемся. Это самое впечатляющее богословие. Небеса есть. Библия – истина. Иисус реален. Взяв интервью у тысячи человек, Джон нашел в их историях много общих черт. Это дает нам подлинное представление о том, как выглядят дорогие нам небеса. Надеюсь, вы захотите узнать больше после того, как мы вернемся к вам в студию. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. У божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN онлайн-сеть программы «Это сверхъестественно» предлагает круглосуточный прямой эфир программ на вашем мобильном устройстве или смарт-телевизоре. Я могу смотреть мои любимые телепрограммы в любое удобное время. У меня необычные тренировки, а также и мой подкаст на ISN. Загрузите бесплатное приложение уже сегодня. Это сверхъестественно. Я брал интервью у многих, кто пережил клиническую смерть и попал на небеса. Но вы взяли интервью у стольких людей, что обнаружили схожие черты. И расскажите нам об этом. 35 лет я изучал Библию и эти переживания. Я хочу показать, что это как цветовые пятна на большой картине, которую нам уже обрисовала Библия. Это та картина, которой мы держимся. Любое переживание можно интерпретировать по-разному. Но слушая истории людей, вы улавливаете сходство. Как правило, люди покидают свое тело. Они по-прежнему являются собой, они более живые, чем прежде, и при этом могут наблюдать, что происходит на месте происшествия или там, где они находились. Затем их забирают. Кто-то говорит, что это туннель. Кто-то говорит, что это дорога. Все объясняют это по-своему, по-разному. Все они переживают, скажем так, парение над своим телом. Ощущают ли они страх при этом? Нет. Хорошо. Конечно. В основном это покой, какого вы не ощущали прежде, а затем люди переносятся в другое место. Разные люди видят разные места. Представьте, что мы на пять минут распределим сотни людей, скажем, по штату Северная Каролина, а затем попросим их описать местность. Все они опишут разные участки, но их рассказы можно будет сложить воедино. Именно это я попытался сделать в книге «Представьте небо». собрать воедино картину того, о чем мне рассказывали. Меня завораживало то, что все люди говорили о людях в белых одеждах. Но я понял, что это не то, что мы себе представляем. Эти люди прозрачны. И светятся они, потому что сквозь них сияет слава Божия. Возможно, то количество света и любви Иисуса, которому мы позволяем сиять через нас сейчас на земле, увеличат нашу способность переживать любовь и свет Бога, который будет сиять через нас там, на небесах. Почему почти каждый из тех, кто переживал подобные события, не хотел возвращаться на землю? Я заметил это в историях практически каждого, потому что это та жизнь, для которой мы были созданы. Это жизневременное путешествие. Здесь мы ограничены во времени и пространстве. Иисус сказал, «Я иду приготовить вам место. Я приду за вами». В доме Отца Моего обителей много. Мы всегда будем вместе. Мы будем есть и пить. Там будет пир. Это жизнь. Не ограниченная, а более богатая жизнь, чем мы можем себе представить тут на земле. Вы не волнуетесь, что кто-то прочитает вашу книгу, и узнав, насколько это прекрасное место, захочет уйти из этой жизни? На самом деле я волнуюсь. Я бы сказал, что если к вам придет такая мысль, вспомните, что Бог говорил практически каждому, «Твое время еще не пришло. У меня еще есть для тебя планы». Не нужно вам ограничивать планы Бога. Скажите, как на небесах выглядит наше тело? Что если вы попадете туда с какой-то болью или раковым заболеванием? Там все в порядке. У нескольких людей, с которыми я говорил, на небе были близкие люди. У мужчины по имени Гарри был друг, которому в автокатастрофе оторвало голову. Когда Гарри подошел к воротам нового Иерусалима, вышел его друг Джон, счастливый и здоровый, как никогда, и крепко его обнял. Бог поручил Джону показать Гарри город. На небесах вам всегда рады, и у него была голова, и чувствовал он себя там, скажу вам, замечательно. Ну а как же голова? Голова была на месте. Вот и ответ. Бог вернул ему голову. Джон был жив и здоров, а также невредим. А что насчет семей? Нас ждет величайшее высоединение с семьей. Вся семья встречается? Да, я писал об этом. Одна из общих черт – это совершенное общение. Мы общаемся друг с другом мыслями и эмоциями. Мы идеально друг друга понимаем на небесах. Мне говорили, что там мы не произносим слова. Там общаются от духа к духу. Верно, также мы можем говорить словами. И еще поем песни. Самое завораживающее – это музыка небес. Павел писал «Не видел того глаз». Цвета небес – отдельная тема. И не слышала уха – музыку небес. Бетти Молтс рассказывала о песнях на разных языках, но она все их понимала. Дон Пайпер, пастор и мой друг, говорил, что он будто услышал тысячи песен от Баха до современных рок-групп, которые звучали одновременно, но в полной гармонии. Это музыка нового измерения. Это новая жизнь. Еще нужно понять, что там есть приключения. Там есть горы, которые можно покорять. Там есть неограниченные путешествия. Однажды в авиакатастрофе погиб пилот, капитан Дейл Блэк. Вот фото самолета. В тот момент все погибли, однако пилоты реанимировали. Бог устроил так, что Дейл влетел в Новый Иерусалим. Пилот описывал красоту города во многом схожую с тем, что писал Иоанн в Откровении в 21 главе. За городом были высокие горы, и пилот заметил на них снежные вершины. Меня это восхитило. Я об этом не знал. Городские стены простирались так далеко, что не было видно их конца. За стенами был прекрасный райский пейзаж, трава и деревья, водопады, фонтаны. Архитектура домов города была такой необычной, что пилот не смог ее описать. В этой архитектуре было что-то сверхъестественное. Я слушал то, что мне рассказывали, и понял. Они с разных углов зрения описывают то, что уже давно в точности описано в Библии. Люди рассказывали, что небесных красок на Земле нет и в помине. Они очень живописны. И это совершенно верно. Мы видим цвета в спектре света Солнца. Там цвета из спектра света Бога. Это гораздо шире нашего представления. Здесь нам их не представить себе. Да, верно. Джон, когда мы вернемся, нам о многом нужно поговорить. Но самое завораживающее, о чем мы говорили, это обзор жизни. Вы знали, что каждый из нас увидит обзор своей жизни? Как это будет, мы узнаем после рекламной паузы. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Всего за последние 20 лет мы обнаружили более тысячи планет за пределами нашей Солнечной системы. В пределах одного только Млечного Пути есть сотни миллиардов звезд, а в обозримой Вселенной можно насчитать порядка сотни миллиардов галактик. Звезд в космосе больше, чем песчинок на всех вместе взятых побережьях Земли. Каждую секунду появляется еще около 48 новых звезд, а в мозге человека насчитывается порядка 86 миллиардов нейронов. Если вы соедините все ячейки ДНК в вашем теле в одну цепочку, ее длина составит около 55 миллиардов километров. Это расстояние сопоставимо с расстоянием до Плутона и обратно, помноженным на 6. А если составить цепочку из клеток крови обычного человека, то ее длина составит порядка 100 тысяч километров. Столько километров вы пройдете, если обойдете Землю 2,5 раза. Скорость, с которой нейронные импульсы идут от мозга, составляет 400 километров в час. Такую скорость не развивают даже гоночные автомобили. Если бы мозг был компьютером, он бы выполнял 48 тысяч триллионов операций в секунду. Сейчас самые современные суперкомпьютеры имеют показатели, равные 2 тысячным процента от этой скорости. Мы хотим предложить вам одну хорошую книгу, которая поможет вам ответить на многие вопросы. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN, онлайн-сеть, это сверхъестественно. Теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. ISN — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением ISN я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение ISN сегодня. Это сверхъестественно. Джон, расскажите мне о переживании, которое сильно повлияло на вас лично. Я брал интервью у одного атеиста, профессора колледжа. Он повез группу своих студентов в тур по музеям Парижа. Затем у него случился сердечный приступ. Обычно человек в течение пяти часов умирает. Хирурга в больнице не оказалось, и вот через девять часов профессор в тяжелом состоянии умирает. Но он обнаружил себя рядом с кроватью. Он считал, что смерть – это словно компьютер, она выключает свет, и все гаснет. Но он обнаружил, что стоит у кровати, ощущая себя более живым, чем прежде. До этого он чувствовал себя очень плохо. Теперь же он чувствовал себя прекрасно. И вот что удивительно, время и пространство ощущалось по-другому. Его это смутило. Он думал, что все еще жив, и пытался привлечь внимание жены. Но так и не мог. В холле больницы стояла группа людей. Он толком их не видел. Они говорили «Ховард, идем с нами». Он подумал, что это работники больницы. Наконец, зовут его на операцию, и пошел за ними. Целиком эта история записана в моей книге. «Сокращая, скажу, что люди повели его во внешнюю тьму, именно то, о которой говорил Иисус». Профессор понял, что его обманули. Он попытался вернуться, но его схватили и держали. Он лежал и не понимал, было ли это вечностью или нет. Он размышлял о своей жизни, о том, что изменил своей жене, что был гаистом. В итоге он понял, что заслужил это. В этот момент ему вспомнилась песня, которую он услышал в детстве в церкви, куда его пригласил сосед. «Иисус любит меня». Дальше он не помнил. Что-то внутри него закричало «Хватит». «Иисус, если ты реален, просто спаси меня». В этот момент тьму просветил луч света. Руки, сияющие как солнце, приблизились к нему и заключили его в объятия. Пока Ховарда держали как ребенка, он осознал, «Человек, которого я проклинал всю свою жизнь, реален». И там, среди ангелов, он увидел обзор своей жизни. Но и это еще не все. Увидев обзор своей жизни и вернувшись на Землю, этот профессор оставил свою десятилетнюю практику в колледже и стал пастором. Его жена осталась атеистой и развелась с ним, но он после этой встречи с Богом продолжает быть пастором. Он служит Богу. Он увидел обзор своей жизни. Сфокусируемся на этом моменте. Скажите, а что это за обзор? Это еще одна схожая черта. Встретившись с Иисусом, люди видят обзор своей жизни. Что интересно, это похоже на панорамную картину нашей жизни не только с нашей точки зрения, но и людей, с которыми вы общались. Во время обзора Ховард сказал Иисусу, «Ты пропустил самый важный момент в моей жизни. Я получил почетную награду «Профессора года». Иисус сказал, а это не важно. Я хочу показать тебе студентов». Он показал ему, как тот общался со студентами, что происходило в его разуме и что происходило в сердцах студентов. И Иисус показывает нам наше общение с людьми. Помните, Иисус сказал, «Даже если дадите стакан воды ребенку, это важно». Каждый добрый поступок отражается на человечестве. Наши негативные поступки тоже отражаются на всем человечестве. Меня довольно сильно смущает то, что некоторые люди, находясь рядом с Богом любви, не хотят от Него уходить, но, вернувшись, не ищут Его. Другие же, вернувшись, ищут Его, находят Иисуса и отдают Ему свое сердце. В последних главах «Представьте небо» я говорю о наградах на небесах. Я думаю, что эту тему поднимают неправильно. Обзор жизни — это еще не суд. Иисус говорил, что мы дадим отчет за каждый мотив, мысль и дело, но это не должно нас пугать. Бог уже все видит. Мы уже многое совершили, думая, что сможем спрятаться от Бога, но от Него не спрячешься. Мы прячемся от Себя, но главное — нет осуждения тем, кто во Христе. Он хочет, чтобы мы об этом знали. Вы все сказали. Вам нужно отдать свою жизнь Богу прямо сейчас. Вот чего хочет Иисус. С этого момента живите для небес и приносите небеса на землю. В этом и состоит цель вашей жизни. Ибо Он есть наш мир, соделавший из иудеев и язычников одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, дабы создать в себе самом создать в себе самом дабы создать в себе самом одного нового человека. Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Многие зрители сообщают о чудесах и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. Я боялась сверхъестественного, пока не начала смотреть вашу программу и заниматься по вашему учебному пособию на DVD. Сейчас мой страх исчез, и я верю в то, что Бог коснулся меня. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Смотрите в следующем выпуске. Что ждет США, Россию, Израиль, Корею, политиков Соединенных Штатов Америки, президента Трампа? Возможно, и вы спрашиваете, что же ждет меня в 2019 году? Хотите узнать, что Бог говорит по этому вопросу? Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю.